Я вылетела из главы, так называть, и там вот даже внутренний регламент есть, то есть если человек вышел из-за тарапки вот этого же его регламента, его наказывают, правильно? То есть его административное изыскание. Можете написать соответствующий зал? Конечно, напишем, понимаете? А в данной ситуации... Их, так сказать, подзорный уровень. То есть, а в данной ситуации, вот где вот у этой девушки регламент, что она... Может выпадать в сумму. Да. То она в данной ситуации превышает свои полномочия, она саму правством занимается. Вот конкретно это было, да, и здесь. Они ее просто подставляют. Ее подставляют просто. Ей сказали, что ей начальство сказало. А ее полномочия не прописаны. По законодательству она не имеет права превышать... Они потом все на нее и спишут, на эту девочку. Ну, это такая болезнь. А для чего это делается, нарушение-то? Для этого и делается, чтобы в случае чего уйти от ответственности. Мы так это понимаем. Мы разве не правы? Ну, каждый понимает, это посоль. Безусловно. Поэтому мы переживаем за город. Нам жить в этом городе. Мы хотим, чтобы все было по закону. Мы хотим спокойно ходить по улице. Поэтому мы хотим получать качество. А то получается так. Нас обозвали тут, как попало, да? Я попала, мы родились. И почему я обозна с этим соглашаюсь? А потом мне на основании этой бумаги скажут, что вы согласились, вы граждане, вы родились в Российской Федерации. Вы взяли эти документы, вы с ними согласились? У них здесь и так душно. Еще в масках заставляют ходить. Дышать нечем. Вентиляции нет никакой. Здесь, наверное, по нормам превышен, колоссально превышен уровень СО2. Это раз, второе. Вот, допустим, они должны, вот у них вот они требуют от нас. Они проводят какие-то правила? Уборку. Вот чем они проводят? Вот это инфекция. Так в этих документах написано, что они должны вот это помещение порцевать. Проветривать. У них есть график проветривания помещения? Есть у них график порцевать? Вот вы все это знаете, потому что носите маски, вы не обязаны. Вы прям все знаете? Нет, молодой человек, мы сказали, мы готовы одеть, если нам предоставят документы. Основания должны быть. Мы же не собачки просто так одевать маски. Мы люди. И мы хотим понять, разобраться. Они приезжают по этой маске. Не командуйте. Они дезинфицируют это помещение, они не партюрят. То есть нет графика. То есть они готовы на это соответственно. И вчера разговоры, ребята, предоставьте хоть одну бумагу. Она сказала, у нас вообще ничего нет. Вообще. Тогда на основании чего? Это принуждение. То есть я захотела, я сказала. А если они нам скажут лизгинку станцевать? И чего? Она не преувеличивает. Не, ну а мало ли? Вот мало ли. Я утрирую. Я утрирую. Чтобы было понятно. Нет, нет. Мы не место. Опять же. Он же говорит, что если указ мэра вы в конституцию показываете, что вы не понимаете. А так вот указ мэра я вам все... Конституция это высший закон. Комментирует. На данный момент на основе конституции может сносить изменения. Правовые акции. Так дело, дело. Но опять же. И он замажет только два. Нет. Именно мэр Москвы не может. Мэр Москвы не может. Не имеет права. Только президент по конституции. Дума. 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 Ну, ребят, вот я же вам прочитала устав города Москвы, где описано полномочие мэра Москвы. Он исполнительный. Ну, вы читаете одно просто, а другое. Так это пожелание. Мы не хотим читать. Как не хотим читать? Ну, вот мы прочитали устава. Мы как раз таки все до буквы читаем. Именно поэтому, чтобы... Это исполнительная власть, а законы делаешь дома. То есть, если бы закон подписала дома, это законодательная власть, которая законы выпустает города Москвы. Дума Московского государственного. Которые люди, которых мы выбрали. То есть, мы же у депутатов выбираем Думу. Голосуем. То есть, это те люди, которых мы выбрали. И только у них полномочия есть. И только у них полномочия есть. По уставу. Которая не должна противоречить законам нашим. А конституция, закон, там получается... Пойду подышу. Помещение находиться было очень душно. Я и вышла, и подышала, и зашла. Участковый все никак не прибывал. И все наши разговоры по пятому, по десятому кругу об одном и том же. То есть, полиция нам пытается внушить, что мы виноваты. А мы говорим, нет, не виноваты. То есть, им можно на граждан там что-то навязывать, какие-то свои приказы какие-то делать. Оденьте маску, как собакам. Стоять смирно там, к лево, к ноге. А как это привелись? Я не хочу маску носить, не пойми чего вообще. Я хочу с открытым лицом ходить. Я не знаю, я просто пришла помочь. Да дышите носом, нормально. Я вас не снимаю, дышите нос. Я свету снимаю. Кислый газ и микробы. Вот смотрите, получается так. Мы поднялись, мы надели, оденьте маску, мы надели, снимите маску. Что за приказы? Вы определитесь, снять маску или надейте маску. Мы должны вас то-то, то-то сделать. Если вы что-то от нас требуете, любое требование гражданам должно быть на бумаге. У нас требуют на бумаге все. Куда бы мы ни пришли. Понимаете? У нас требуют бумаги. С нами никто нигде не разговаривает без бумаги. А почему мы приходим сюда и нам говорим, возьмите маску, снимите маску, сядьте, присядьте. Вот туда, туда. Нам сейчас только бумагу по сайту скажут. На сайте, а какие документы. Вы скажете, это копия. Вот вам же такую по каждому. Опять же, копия. Есть госты, ребята. Ведь есть же госты, которые должны соблюдаться. То есть есть, как правильно оформляются копии. Правильно? Они должны правильно оформляться. Только тогда он имеет юридическую силу. Да. Вы же юристы, вы же знаете, что каждый документ должен оформляться правильно. Тем более в таких организациях. Конечно. Именно только тогда он имеет юридическую силу. Когда бумага не оформляется правильно, она не имеет, не несет никакой юридическую силу. Вот видите, вы с нами согласны. Они нам предоставили непонятно какие бумаги. Они вообще не смещают. А не надо копию. Копию правильно заверено. Все. Нам не нужен альгинат. То есть, хотя бы предоставьте копию правильно заверено. Она, кстати, наше время ворует, эта женщина. Мы сейчас тратим свое драгоценное время. Смотрите, еще получается, что вот когда граждане пишут копию, мы как пишем? Копия, верно? Мы даже заверяем своей подписью. Правильно? Мы не просто вот это ксерокопию, а когда говорят нам надо заверить, вот я все это даю. Мы пишем копию, верно. И роспись свою ставит, и число бы свое ставит. И мы несем ответственность за то, что вот эта копия действительно верна. И если вдруг она будет расхождение, следовательно, у нас наступает ответственность, правильно? За подлог граждан. А почему тогда государство в этом учреждении запаздывает? Документы без не оформлены, почему? А мы должны иметь. причем даже копия, на копии не даже... О чем мы его ждем-то? Для чего? Для масок, чтобы составить, да? Что мы его ждем-то, следователи, или кого мы ждем? Участкового. Участкового. Да, по вашему вопросу. Вот по этому заявлению? По всем вопросам тоже присутствует. Документы, все. Да, и вот потом, мы не хотели никуда писать. Мы просто пришли выяснить, почему вот такое несоответствие документов. Когда я начала задавать по документам им вопрос, только тогда не вызвать, а нам вызвало полицию. Когда мы начали, то почему вот здесь так? А вот здесь у меня паспорт и так у вас так. То есть оно должно быть одинаково. И только после этого, когда она говорит, так, все, я вызываю полицию. То есть когда мы перешли, то есть когда мы про маски мы поговорили, мы все выяснили с ней. И когда мы начали уже показывать документы, по подлогу, да. Да, она тогда вызвала полицию. Значит, мы подозреваем, что дело, например, масках документов. Мы можем так подозревать, потому что когда разговор шел про маски, мы можем так думать, мы имеем право так думать. Я понимаю, нет, ну согласитесь. Молодой человек, согласитесь, что когда начался разговор про документы, она сразу вас... Я соглашусь с кем-нибудь. С вами не сидит. Все, я буду правдить. Он на работе, ему нельзя. Нет, я неправильно. Да, все правильно. У вас нейтральная позиция, вы стоите на стороне закона. Я с вами полностью согласна. И вы правильно делаете. Так и должно быть. Только тогда будет порядок в нашей стране. В нашей обществе. Тем более, они все коммерсанты. И даже не госорганы. Только называются госорганы. Это коммерческие организации. Коммерческая организация, у них устав извлечения прибыли. Дело в том, что я хочу еще сказать, что государство не может предоставлять услуги. Да, государство не предоставляет услуги. Государство не предоставляет. Только торгаши предоставляют услуги. Сесть, встать, одеть маску. Будут термометрию делать. Документы. Нет документов. Сразу полицию звонить. Молодцы. Запугали всех уже. Замордовали народ. Кстати, у них тут тоже все снимается. Чоп, Чоп Русич у них тут. Русич, имя-то какое взяли. Я говорю, здесь мы стоим так подышать нечем. Да, люди в масках не бывают. Причем пожилые. Нет, нет, ничего. Я просто говорю. Даже вот они стоят здесь работают. А на концу рабочего дня в обморок здесь уходят. А преступлений много вообще нет? Таких уголовных. Спокойно работают. Не хотят. Зачем? Это военная тайна. Это как его? Это служебная. Это служебная. А, государство. Это служебная, конечно. Это служебная информация. Зачем? Это служебная информация. Здравствуйте. Вы снимаете? Вы снимаете? Да. Я вот тут привязание указываю. Видят моим изображения. Ни на какие красивые. Хорошо, я буду снимать вот этого человека. Я еще раз повторяю. Меня снимаю. Я объясняю. Если вдруг начнут снимать меня, я объясняю. Вот у вас тут сколько свидетелей. Так. Представьтесь, пожалуйста. Вот для бабушек. Перечисловый иконик. Вот так вот. Мы пришли и попросили документы на эти детства. По закону Российской Федерации, значит, термометрия и все остальное. Есть указания мэра Москвы. Да, мы согласны. Есть у нас, что есть Российская Федерация. Так? Ну, есть еще и федеральные законы. Совершенно верно. То есть федеральные законы не... Подождите. Значит, указ не должен противоречить с федеральными законами. И федеральные законы по Конституции являются в будущем. Указаны правильно? Конституции и в Европе. Выше законов мэра, да. Указы это. Вот еще смотрите насчет этого. Я хочу вам еще показать. Я поняла. Давайте я вам объясню до конца. По поводу чего они сюда пришли? Устав еще города. Сейчас я вот просто вот скакую. Есть устав города, знаете, да? Города Москвы. Есть такая статья 5. Статья 5. Кто, кто, кто сейчас? Не волнуйся, Светлана. Вот сейчас я молодому человеку давала читать ее. То есть статья 5, говорится, что мэр Москвы является высшей исполнительной властью. А законодательной властью у нас в городе Москвы является народ и дума наша, да? Которая делает вот-вот, значит, делает законы. Я вас понял, я понял, что позиция... Да, это не позиция. Это просто я... Я просто вам говорю... Нет, давайте. У меня указание руководства на его. Вы можете оскорить решение, можете оскорить протокол, установленный закон в порядке. Мы попросили предъявить, единственное, мы попросили предъявить документы. Мы не против одеть маски. Мы не против одеть маски. Мы попросили документы. Документы поставьте ему без проблем. То есть, во-первых, вы знаете, что кроме того, что у нас... Я объясню вам, я не ругаться сюда пришел. Ай, мы тоже не ругаться. Я работу свою сделаю и все. Молодой человек, мы тоже не ругаемся. Зачем? Мы просто отстаиваем конституционное свое право. И свои человеческие право. Отстаивать их надо в суде. А не приходить и, извините за выражение, не в общественном месте, не высказывать свое мнение. Мы должны задать вопрос. Разве нельзя высказать свое мнение в общественном месте? Одному человеку, может, втроем это высказываю. Я высказываю. А я снимаю. А выясни. Понимаете, это называется незаконный метод. Я снимаю, фиксирую нарушение по 29-й статье Конституции. Вот смотрите, мы пришли сюда для чего? Для того, чтобы выяснить вот этот подлог документов. Подлог документов. Да. Мы заеду пришли к заведующим. Они же не за масок сюда пришли. Подлог документов. Это уже отдельно. Но составить надо протокол. Какой? Подлог документов. Что нам выдали подложные документы. Не соответствует действительности. Пишите заявление. Хорошо, пишите вы заявление. Устно. Ну, устно у нас уже принято. Пишите письмо. Молодой человек, разве... Я вам объясняю еще раз. Сначала вы разберете право нарушения. Поскольку вы нарушаете... Мы не нарушаем. Я вам объясняю. Я вам объясняю. Я вижу нарушение у вас. О том, что вы находитесь в общественном месте без средств индивидуальной защиты. Мы попросили документы. На средства? На средства. Индивидуальной защиты, да. Чтобы они были сертифицированы. По закону же, по закону же. Нет, а почему? Смотрите. Я вам должен... В чем нарушение закон? Объяснение. Я вам объясняю. Это уже начинается лишнее разговор. А что листья? Вот маска, пожалуйста. Перчатки. Вот надо было ее одеть, и по вопросу бы не было. Мы отошли просто в сторону подышать. Разговор от... Затей. Нет, я не затей. Я вам объясняю. Я вам объясняю. Нет, значит нет. Я не согласна. Не согласна. Все, я очень рада вас, потому что документы... Подождите, 51-я статья Конституции. Ради Бога. Документы ваши, я имею право проверить. Давай эти документы. А что вы там написали? Я еще ничего не писал, сейчас только буду писать. Понятно. То есть, а вы не хотите проверить у них документы, у них организации? Что они нарушают наши права? Вы напишите заявление, согласно вашему заявлению, я рассмотрю... Вот сейчас, давайте... Вместе. Вместе будем писать. Мы здесь уже полтора часа. Другой человек будет заниматься. А кто-то здесь... Нормально. Значит, мы во всем виноваты, они тут без документов, без прав, ни в чем не виноваты. Я вам объясняю. Это делается, если вы считаете, что они нарушают, напишите заявление в милицию. Зачем пришли сюда? Нет, сказали. Мы пришли вот за этим, за подлогом документов, а не за масок ругаться. Вы за разъяснение. Мы попросили у них, что... А вот это... Я вам объясняю еще раз. Придите в масках, вам вопросов не будет. Получили документы, обратились по... На маске тоже должны быть документы. Я не знаю. Молодой человек, объясните мне. У них должны... Ваш паспорт. У них есть документы. А как же они мне дали документы, мне без масок. Объясните, пожалуйста. Да, как это так? На каком основании? На каком основании вот эти документы выдали без масок. Вы будете распоривать. Ну-то вы просто... Вы... Закон о полиции. Вы же нам объяснить все должны. Сережа, ну перестаньте. Вы же только... Я вам все разумею. Значит, вам надо было зафиксировать просто право нарушение. Вы продали, соответственно, сейчас заявление. Ну и всего. Мы за это... На каком основании? Вы выдали, во-первых, без масок, во-вторых... А вы вообще сказали, что очень скоро будут приедать. Сейчас берите без маски, а они скажут, что у нас будет зафиксироваться. Какого района? Сфиксируйте. Понятно. Я говорю, то что вам выдали документы без маски. Да, сфиксируйте. У вас зафиксировано? Нет. Ну а как они выбили? Это я не понимаю. Я вам объясняю. Я не могу заниматься. Понятно. Выпишите это, потом пишем кто. Потом, да, будем разбираться с тем. Выпишите заявление, и в основном кто-то подойдет. Маски вредны для здоровья. Врачи сказали, академики. Нельзя людей заставлять дышать углекислым газом. Выдали документы. Как могли без масок, без перчаток выдать документы. Подожди. Я сейчас скажу вкратце. Они выдали документы поддельные. Мы пришли разбираться в заведующих. Почему нам поддельные документы дали? Я понял. Я, ну, все-таки, видите, если вы были... Хорошо. Извините, извините, пожалуйста. Тихо. Подождите, Дарис тоже был слой. А как они нам выдали документы без масок? Объясните тогда, пожалуйста. Значит, вот вы спросите, задайте им этот вопрос. Сереж, мы сейчас подожди. Мы, когда подошли, мы хотели попросить документы. Документы на их право. Нам ни один документ, которые не предоставили. То есть они нам не предоставили ни одного документа. Это дальше? Это у вас претензия именно к конкретному сотруднику МФЦ? Вообще, вообще, в МФЦ. Так, я вам могу дать бланк заявления. Вы напишите в отношении мне. Давайте. А вы не можете написать? Могу, я написать. Давайте, вы сами. Можете к нам в отдел прийти или напомнить? Нет, не надо. Давайте прямо сейчас напишите. Подделка документов идет. И по маскам. По маскам. Что его дают либо без масок, либо... Нет, Сереж, в данной ситуации мы должны... Значит, я был в маске. Нет, подожди. Можно второй вопрос? Я просто скажу, я больше не буду. Как получать документы? Либо я был в маске, они мне выдали. Либо я был без маски, они нарушения должны сделать. Сережа. Это второе, второе нарушение. Тут документ, который вам покажут, там идет подделка документов. То есть, оно сейчас объяснено, в чем она заключается. Подделка документов. Подлог, подлог. Сергей, смотрите. За подлог документов вы на самом деле помните статье. Да, да. А это МФЦ. Мы пришли к завершей разбирации. Ибо проще было бы вот этот документ взять, переделать и не вызывать вас. Давайте, пока что не будем путать. Сначала вы какого из нас, которого вы можете оспорить. Да, к примеру? А смысл составлять, если я его буду оспорить? Просто вот со мной. Потому что наша задача, мы, если зафиксировали правонарушение, наша задача не фиксировать. Вы, если не согласны, вы можете оспорить. А я никуда не проходил, у меня никакой ребенок оспорил. Я здесь не стоял, так я здесь и стоял. Нет, тем не менее. Я не могу это допустить. Вот, вы это, наиболее, да, оспорите. А смысл? Ну, не мы рассматриваем, рассматривает у нас АТИ, комиссионы, еще и на 12. Мы им просто передадим, вы к ним придете, объясните ситуацию. Нет, нет, они не будут заперевникать ответственность. Наши задачи просто зафиксировать. А смысл просто время на него тратить. Потому что наша задача будет. Я могу действовать. А что это есть? Это одно документ. Это самое основное. А после этого я вам предоставлю. Вы напишите. Вы сами можете? Хорошо, давайте, мы начинаем все. Вот, и там вы уже в АТИ, объясните все ситуации. Задачи, ты все, мы штрафом ничего не назначаем. Нет, я не понял, просто время, вы просто на это тратите. Но штрафа у нас такая шесть поделится. Ну, я понимаю, другую работу надо. Есть еще нет. Если бы вы пришли в маску сюда. Сережа, мы не по этому. Мы просили документы на маске. Мы уже говорим. Я объясняю, что пришли бы вы и нормально... А зачем это незаконное действие делать? Зачем вы нас подбиваете делать незаконное действие? Вы сотрудник полиции. Ну, потому что мы требуем законное основание. Нам просто должны были предоставить документы. Нет, нет. Если нет документов, тогда это как вообще? Что хочу, то схожу. Установка по маскам поедет. Документы-то у них должны быть. Это очень нормально. Не за всеми вообще. У них здесь очень душно, у них не пролетривается помещение. Есть повышенный уровень СО2. Люди задыхаются. Уже жарко, просто жарко. Нас хоть проветривают в помещении-то? По теплее оделись, поэтому... Почему мы по теме полтора часа в наше время воруют просто? Ты лишним сейчас наговоришь? Сейчас я в 12. На себя же. Мы ничего не берем. Вы пишите, пишите. Мы ничего не берем. Объяснение. А, ну объяснение. Только я от чьего объяснила? Почему вы находились без маски? Потому что нам не предоставили документы. То есть мы... Обоснования. Мы согласны одеть маски. Но нам не предоставили документы. А мы такие принципиальные граждане. По Российской Федерации. По законодательству Российской Федерации. Первое. Нам не предоставили полномочия. Девушки, которые... Измеряют термометрию. Измеряют термометрию. Нет, примерно здесь, где он сейчас находится. Да, лечка в общем-то в моменте. То есть у них нет полномочий на это. В законе Российской Федерации этим может заниматься только медик. Человек с медицинским образованием. Дакши, нам не были предоставлены документы, сертификаты. На термометр, на маски, на перчатки. Также с нас не было взято письменного разрешения. На добровольное измерение температуры. Он мне тоже самое сказал. Почему насчет термометрии? Потому что это все по Роспотребнадзору носит рекомендательный характер. Люди могут предложить добровольно пройти термометрию. Нет, нет, нет. Ну вот вы пишите, что мы вам говорим. Объяснение. Вот мы вам объяснение написали. На основании чего. У вас же нет задачи нас просто подо что-то подвести. Нет, конечно. Вот мы просто вам говорим. Мы вам говорим, на основании чего мы не надели маски. На основании того, что мы не хотим нарушать законы Российской Федерации. Федеральные законы. Поскольку мы, народ, являемся единственным источником власти на этой территории, мы попросили, просто вежливо попросили сертификаты, чтобы исполнялись законы Российской Федерации. Мы попросили документ предоставить, что девушка, которая измеряет термометрию, имеет медицинское образование. Имеет на это право. Да, имеет на это право. По закону она должна иметь. Пожалуйста, ставьте медика, пускай измеряет. Да, сертификаты пускай будут, все документы. И все будет хорошо. То есть, входят всякие ролики, как шьются эти маски, понимаете? Да. Мы не знаем, где они их приобрели. Мы не знаем вообще, этот термометр в рабочем состоянии, не в рабочем состоянии. Может, он облучает чем-то, мы не знаем. Конечно, может, превышено там что-то. То есть, документы были не предоставлены. Нет, не оба, ну вот у вас, смотрите, претензии, да, если по данным фактам. Также, бланк, мы же вам не отказываем обратиться, да, в полицию? Нет, нет, нет. Вам даст. Все нормально. Вы заваляете. Да? Среднетехническое. Согласны. Мы рассмотрим. Конечно, нет, все делайте, мы поняли. Мы внимательно слушаем. Мы свои претензии, почему на слава ничего мы не надеяли. Куда они подели? Мы просто попросили предоставить. Все. Девочки, а если предоставить, то есть, прямо в одну минуту, пожалуйста. То есть, есть закон такой? Вы сам должен предоставить какой-то стиль? Еще может быть заложенный вызов за то, что они вас вызвали по-ложному. Они сами нарушили закон и вызывают полицию. Серьезно-серьезно отработать? Уже. А, курьером работают? Курьером. Не говорите лишнюю информацию на себя. 51-я статья. Не надо ничего лишнего говорить на себя. Можете, да, можете. Они же вам не объясняют, что вы не обязаны это говорить. Да, да, вы можете отказываться вообще полностью. Спасибо. Они должны предоставить маски упакованные. Именно на упаковке должны быть... Одноразовые, да. Одноразовые упакованные маски. А то у них утилизация должна быть. Да. Повышенная опасность. Да, да. У них здесь нарушения не меряно. Я ничего не беру. Да, да, да. Серьезно-серьезно. Я не знаю, что я могу сейчас 23, 50-й, 22, 9-й, 27-й. Кладу-серьезно, Москва, летчик и бабушка, дом 1-й. Я не надела, так как мне не были предоставлены соответствующие указанной продукции. Дальше. Мне не предоставили документы на медицинское образование девушки, которая измеряла тетраметрию. Предложила измерить. На какие, Сережа? На которые у тебя с собой какие документы? Они не предоставили. Они должны предоставить документы, которые тебе выдают. Да, да, да. Это не то. Не путай, Сереж. Запутался. Да, запутался. Жарко. Жарко уже, потому что да, кислород. У меня не были предоставлены документы о медицинском образовании? Да. Мне не предоставлены полномочия. Были полномочия, что именно это... Документы о полномочии и медицинском образовании? Да. На право проведения термометрии. Лега, потерпевший, это кто? Никто. Здесь нет потерпевшего. Это же не 611 какой-нибудь. Есть только мы потерпевшие. Мы потерпевшие. И только у вас туда и тут выписали. Да. Потерпевшие. Нас тут мучают. Время наше тратит и ваше тоже. Так, а планка по свидетелям? Нет. Нет, не надо. Зачем? Это если отказываются от подписи, тогда ищут принятых. А если подписывают, что не согласны, то удача, не надо. Так, смотрите, Сергей Вадимович, вот как он говорил, статья 51 Конститута, что вы имеете право не съехать против себя, своих близких. Я сейчас с ней ознакомливаю. Вот статья Конституции, которая предложила мне провести термометрию. Да, да. Не предоставив основания. Законные. Не предоставив законные основания. Так, смотрите, то, что я вас со статьей 51 Конституции ознакомил. Света, посмотри там, что нужно, что не нужно. Смотри. Что нужно, что не нужно. Чтобы он там что лишнего на себя не написал. Что можно не свидетельствовать своих близких, родственников. То есть можно не подписывать, да? Да, можно не подписывать. Да. То есть вы отказываете от подписи? Ну, не, тут подпись за то, что я ее... Мы понимаем, мы понимаем. То есть не будете, да? Не будем подписывать. А свидетельства это нужно? Не, 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 не. Да, понятые нужно. Я не буду тоже подписывать. Что еще прописать в основном объяснении? Так, Свет, что еще нам надо прописать? Ну, все. Что? Также мне не были предоставлены документы о полномочиях и о медицинском образовании девушки, которая предложила мне провести термометрию, не предоставив и не имея законных оснований. А еще документы на то, что на маске? Так, да, да, да. А сертификаты, да? Вот, да, мы подписали. Выписали все, да, про маски? Да. Документы? Среди региональной защиты маски, перчатки 23-го, 10-го в 9-37 по адресу Москва, летчика, бабушкина, дом 1. Я не надела, так как мне не были представлены сертификаты соответствия указанной продукции. Правильно, правильно. Дальше, сейчас это не вылетело, значит, основание, это что-то у меня еще было. Так, полномочия мы написали. А на счет этого написали, да, отдельно? Что пришли по поводу чего? А надо писать по поводу чего-то? Нет, что я к этому не принял. Что-то я еще хотела. Так мы же, а то скажут, что мы пришли скандалить, а мы же пришли по делу. Почему? Если вас просят, вы скажете о том, что я не пришла скандалить, я бы заходила. Вот номер КУСП, вы сейчас заявление будете писать, вы получите на том уведомление номер КУСП. Так, сейчас что-то вот прям включилось. То есть у вас будет подтверждение, факт подтвержден, что вы действительно здесь были и писали заявление. Я имею в виду, что вы были здесь по какому-либо поводу. То есть нас так не подставят из-за этого, да? Также не были предоставлены документы. А ходатайство предоставления юриста, юридической помощи? Ну, ходатайство, а юридической помощи. А вы, кстати, ходатайство, а юридическую помощь вообще будет? Да. Это мы с обстановочкой. Так вы будете подписывать протокол-то или не будете? У нас же ходатайство не будет иметь законные силы, если он не будет его подписывать. Протокол мы подписываем. Мы не будем подписывать. Так это протокол тогда подписывается? Нет, нет, нет. Там две подписи. Там две подписи. Одну статью, чтобы ознакомить. Нет, нет. То есть вас на статье не ознакомливают? Тихо, давайте. 51-й? Потому что вы не имеете права не давать свидетельствовать у себя себя близким, у которых определено законодательство. Вам же Денис сказал? Да, я первый сказал. Даже уже. Ну все, давайте, дальше. Господи, так же, господи, я вот уже пить, я уже столько здесь стою. Ну нервы уже, конечно. Да не то, что нервы. А кто за здоровье будет отвечать? Люди грустные, пожилые. Кто-то, к сожалению, в порядке частного иска в суд и жаловаться на непосредственно меня, него. А вы так и причем? Вас вызвали. Мы же вас сейчас держим. Нет, не выдержите. Значит, так же не были предоставлены именно законодательные документы. Это мы сертификаты, а именно законодательные документы. На основании чего они требуют с нас? Одевать маску, перчатки. И проводить термометрию. Да, то есть никакие законодательные документы. То есть не были предоставлены документы полномочий, не были предоставлены сертификаты и не были предоставлены законодательные, а оформленные должным уровнем. Да, должным образом. Образом, да. А должны документы оформляться. Да, то есть ничего этого не предоставлено было. Значит, законодательные документы о ношении СНЗ? И о том, что вообще... О обязанности ношения, да? Да, да. Которые должны быть у них на местах. Раз они требуют, у них все документы должны быть на месте. Да, на любое требование должны быть документы. Вон человек без маски тоже идет хуй. Да, это супра, это свои люди. А, то есть им можно без маски? Да, да. Я, к сожалению, не могу разорваться сейчас. Я понимаю, что все... Нет, ну вот девушка стоит, молчит. Да, она помалкивает. Значит, надо остановить и задержать. Я не могу сейчас, я сейчас занимаюсь другим правонарушением. Я оформляю другого правонарушения. Тихо, тихо. Вы напишите, мы потом разберемся с этим правонарушением. А мы не знаем, кто он сейчас убежал. Вы напишите, вы нажмите, вы нажмите. Напишите заявление, мы по видео отсмотрим. Вот смотрите, охрана встанет, да? Вот он бегает без маски, охрана его не задерживает. То есть это же правонарушение охраны, да? Они не выполняют. Как охрана не может, да? Это мы сейчас заняшим заняем. Нормально так? Вот смотрите, девушка, стоп, снимай. Снимаю, снимаю. Вот, пошла без маски. Никто ее даже не... А нормально, то есть им можно ходить без маски, да? Получается. Молодцы. Вот второе, пожалуйста, нарушение. Она туда прошла без маски, я сняла ее. Куда пошла она? В управу. Они говорят, они у правы, им можно. Маски всем тогда положены. Всем, значит, всем. Оно проходит через ваше помещение. Значит, у правы ковида нет, а у нас есть? Значит, получается какой-то... Дискриминация идет. Дискриминация людей. То есть гражданам обязательно надо. А у правы можно ходить без маски, а не с войны. Среди защиты маски, час 20-10, по адресу дочек в оборудовании я не наделал. Так, как мне не были предоставлены сертификаты соответствия указанной продукции. Также мне не были предоставлены документы о полномочиях и физическом образовании девушки, которые предложили мне провести тяну митрию, предоставив и не имея законных оснований. Также мне не были предоставлены законодательные документы о обязанности ношения средств индивидуальной защиты и оформленными надлежащим образом. Да. Да, там она уже убежала, предупреждают уже. Вот ваши права. Ознакомьтесь. Так, теперь смотрите внимательно. А что так много-то? Это вот ваши права. Вы читаете. А ведь время нужно, чтобы такой текст-то освоить. Ну нет, пожалуйста, с этим уже не будет. Не торопимся, ничего, нормально. Читай внимательно. Чтобы камеру посмотрели, а вы можете не посмотреть. Почему? Нет, вам же придет ответ на заявление, которое вы напишите. А зачем это описать? Я не буду, не иду, поймал, сразу идти сюда, составили сразу протокол. По порядку, дайте по порядку. У них регламент есть. Ну как вот я сейчас вот брошу. Да, да, им нельзя, им нужно все под бумажку. Вы будете сколько-то, два часа стоять, пока я буду всех ловить? Нет, да. Одно дело стоять, а так вот мы побежали за ней, а вы ушли. А с нас потом, ну домой мы пошли. Да ладно. Нет, я не имею в виду конкретно вас. Я имею в виду вообще ситуацию. То есть им нужно закончить дело. Здесь вот одно. Ну а если здесь остается здоровье, пошел дальше делать. У него... А мы тоже пишем. Нет, не одно и то. Нет, давайте закончим это дело, действительно. Да, 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 ознакомлюсь. Не торопись его, пускай она читает спокойно. Сейчас прочитаем, ну, к научу. Тогда я его засуну. Вот этот вот, да? То же самое? Да, да, да. Один в один. Так, сейчас. В кабинете у заведующих. Причем мы договорились по поводу документов, масок, перчаток и по поводу термометра своего. Мы обо всем договорились. После того, как перешли к разговору о подлоге документов, она вызвала полицию. Вот эту информацию сейчас вы будете писать заявление и подробные объяснения распишите в своих заявлениях о том, что вы пишете заявление на них, о том, что они вам не предоставили то-то, то-то, что в этом объяснении нам прописали, вы прописываете там. И там в объяснении подробно расписывайте, как здесь все происходило. Все. Итак, на этом я буду завершать. Сейчас скажу просто, чем дело кончилось, чем сердце успокоилось, что называется. Два протокола было составлено, как будто бы административное правонарушение. На меня они составляли протокол, потому что я заявила просто интуитивно, что я сама потерпевшая, мне плохо, но мне действительно там становилось плохо. Это не шутки, потому что там настолько было жарко и настолько было угнетенное состояние, вообще очень неприятно там было находиться. И, видимо, этот момент, когда ты себя называешь потерпевшим, это тоже имеет какое-то значение. теперь участковый сказал, что мы были абсолютно правы в тем, что мы стали требовать законные основания, документы. Поэтому здесь нет никакого правонарушения. Ну и на МФЦ составлено грамотное заявление о подлоге документов, которое будет иметь следующее свое продолжение. Так что благодарю за внимание. Вот получилось так долго, но мы там были еще в четыре раза дольше. На это ушло у нас полдня, вот на всю эту работу. Принимайте к сведению, учитесь, ничего не бойтесь, ведите себя спокойно, изучайте законы и на вашей стороне правда. Всего вам доброго. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.